Всем привет, дорогие друзья! И вновь поговорим про любительское кролиководство. 9 объективных признаков того, что у вас в хозяйстве что-то идет не так, и надо срочно менять подход или даже рот занятий. Первое. Кроликов рождается меньше, чем умирает. Это фиаско, братан! Если в хозяйстве умирает животных больше, чем их рождается, но это нарушение главной заповеди кролиководства. Преступление против природы кроликов. И ситуация, безусловно, требующая безотлагательных мер. И как было мной подмечено в видео «Это вы убиваете своих кроликов» вина в подавляющем количестве случаев на кролиководе. Второй признак того, что с кроликами у нас беда. Кролики старше двух с половиной месяцев умирают без видимых причин. Чаще, чем раз в два месяца для хозяйства с поголовьем больше, чем 20 штук. Кролики не должны дохнуть просто так. Ну вот, совсем молодняк не в счет. С ними все может быть, хотя в идеале и они не должны влиять серьезно на статистику. Исключение совсем вот ранняя смертность крольчат где-то до месяца, даже до трех недель скорее. Мы не всегда тут можем повлиять на ситуацию, тут факторы, которые внутренние. Если похороны взрослых кроликов, когда это для вас было полной неожиданностью, чаще, чем раз в два-три месяца, это сигнал. Мы не контролируем ситуацию. Третий признак. Средний вес кроликов в три месяца менее чем два с половиной килограмма. Напоминаю, наша сфера деятельности не хомячки, не морские свинтусы и не декорашки. Нормативы веса мясных пород кроликов известны. Больше приветствуются, меньше – это провал. Ну, либо они у нас сидят впроголодь, либо племенной материал состоит из тугорослых дистрофиков. Маточное животное может не весить вожделенных 5-6 килограмм. Это вообще не проблема. Это все условности. Но, если его потомство в три месяца весит около 3 килограмм, такое животное по праву находится в обойме. Потому что к забою в 3,5-4 месяца будет отличный товарный выход. А вот если у нас в три месяца меньше, чем 2,5 килограмма, ну, мы не дотягиваем до стандартов. Четвертый признак проблем с кроликами. В хозяйстве выявлены случаи ВГБК и миксоматоза. Это очень серьезно. И если с миксоматозом еще можно там поторговаться, то ВГБК – это, ну, как чума в средние века. Высшая степень опасности – специфический видовой вирус, который обычно не оставляет шансов. Чаще всего выход – это жесткий карантин и максимальная ликвидация поголовья. К сожалению. Пятый признак. Комплекс финансовых проблем. Ну, в частности, кролики приносят убытки. Спроса нет или спрос слишком низкий. Вы не можете продать продукцию. Вам просто не на что купить корма. Или, там, новых племенных животных. То есть, фактически они проедают ваши деньги. У нас очень серьезные проблемы в этом случае. Главный экономический принцип любительского кролиководства даже в рамках самообеспечения – это, безусловно, самоокупаемость. Ну, потому что из восьми крольчат в окроле пять пополнят наши за корма, трое уходят на продажу. Уже одно это окупает все корма, потраченные на семейство. Но их еще надо продать, конечно. Шестой признак – проблем с кролиководством в нашем отдельно взятом, восхитительном хозяйстве. Мясо приходится покупать. Сапожник без сапог. Это нонсенс, курьез. Если кроликовод покупает мясо, у него в хозяйстве беда. Седьмой признак – в хозяйстве то и дело выявляются случаи кокцидиоза печеночного, а самое главное и самое опасное – это кишечного. У кроликов то по носу золотуха, сменяется запорами, вздутие, стаз, смерть. Схема безотказная. Печень животных в симпатичную крапинку. Молодняк теряем сериями до 80%. И ваш домашний крематор просто не затухает ни днем, ни ночью, оповещая всю округу черным дымом, что не только понтифика не выбрали, но и падеж кроликов у нас продолжается. Ну, слушайте, если эта беда актуальна, и вы периодически несете убытки, ну, может быть, пришла пора все-таки подойти к вопросу серьезно, разобраться в проблеме. Кстати, подробное видео есть на канале. Четверть миллиона человек уже его посмотрело. Наверное, не просто так. Кокцидиоз, несмотря на свои разрушительные последствия, не самая опасная беда для кроликов. Ну, максимум, пятое-шеестое место. Выведите грызунов, откажитесь от сена неизвестного происхождения и хранения, пропаивайте кокцидиостатикам, пока колонии и мерии не останутся только в контролируемых резервациях. И, кстати, йод и молочка – это не кокцидиостатики. Это так, баловство для временного изменения среды ЖКТ. Мы делаем кокцидием неприятно. Если у нас реальные проблемы, а не профилактические тренировки, то и действия, и препараты должны быть серьезными. Перейдите уже на нормальные корма, на сбалансированные, проверенных производителей, и забудьте о кокцидиях. Скажете, дорого? Ну да, гораздо дешевле хоронить кроликов. Восьмой признак беды с кролиководством. У вас не хватает времени на кроликов. Чаще всего кролики в любительском подсобном хозяйстве – это не основной вид деятельности. Разумеется, люди имеют работу, другие дела, и если кролики начинают сильно тяготить, у нас проблемы. Либо все процессы у нас очень плохо организованы, либо нам совсем не подходит то, чем мы пытаемся заниматься. Но уж организовать автономное кролиководство не так уж и сложно. Бункерное кормление, ниппельное паение. Но уж раз в месяц крольчиху закинуть кролу на пару минут, а через 25 дней маточник ей поставить – это несложно. Пропойка, вакцинация. Если у вас не 100 голов прям, то тоже работа где-то на час максимум в день. Девятый признак проблем в хозяйстве с кроликами – нам разонравились ушастики. А вот это уже фатальная беда, и с ней никак не справиться. Просто никак. Надо срочно прекратить мучить и себя, и ушастиков, и завязать с кролиководством решительно. Причины тут не важны. Может быть сочетание уже перечисленных факторов, может быть другие какие-то жизненные обстоятельства, но кроликовод – это призвание. Если душа не лежит, то и не встанет. Тогда все, бросаем кроликов и нажимаем на птицеводство. Или торгуем на маркетплейсах. Всем спасибо, друзья. С вами был Фермер-Одиночка. Всем пока.